Сегодня в Доске назапущен в эксплуатацию первый мобильный асфальтобетонный завод. Мобильный, потому что в считанные дни может переезжать с места одной стройки к другому, а асфальт здесь будет готовиться из смеси совершенно другого качества, нежели тот, который используется сейчас. Производители обещают, что дороги с новым покрытием не будут знать ни трещин, ни ям, ни колдобин минимум 10 лет. Репортаж Натальи Кулаковой. Асфальтобетонный завод нового поколения. Это без преувеличения. Такого в Нижегородской области еще не было. Производительность нового мини-предприятия в несколько раз выше по сравнению со старыми установками. К тому же современные технологии способны изготовить высококачественные смеси, которые менее подвержены температурным перепадам, а это значит, что зимой асфальт будет более устойчивым. Здесь применен барабан двойного действия. То есть в данном барабане происходит просушка и просеивание материала одновременно, что приводит к энергосбережению ориентировочно на 15% от классической системы. Площадь занимаемой территории 2 гектара. Причем в любой момент и в самые кратчайшие сроки завод может переехать в другое место. Туда, к примеру, где идет строительство крупных автодорог. Демонтаж займет двое суток, монтаж еще несколько дней. Рабочей силы много не надо. Весь производственный процесс осуществляют компьютеры 5 человек. Я в реальном времени могу видеть все процессы, которые у меня происходят на заводе, наблюдать за ходом процесса, контролировать все параметры смеси, ее состав, температурные. Вот эта установка способна выработать в час порядка 120 тонн высококачественной смеси. Это примерно 1000 квадратных метров дороги. Еще один плюс – отсутствие вибрационного шума. В общем, работать одно удовольствие. Остается только надеяться, что хорошие качественные дороги мы начнем измерять километрами уже в самое ближайшее время. Это первая партия асфальтобетонной смеси. Ей не дадут пропасть. Уже сегодня готовую продукцию отправят в автозаводский район. Там сейчас идут дорожные работы. На очереди Держинск, Заволжье, Балахна. Инвестиции в строительство завода составили 77 миллионов рублей. Оборудование взято в лизинг на три года. В беседе с журналистами губернатор Валерий Шанцев отметил, что одного такого завода для Нижегородской области мало. Такая мобильность, высокая производительность позволяет существенно нам увеличить объемы ремонтных работ. Это сегодня настоятельная необходимость, потому что многие дороги уже в течение длительного количества времени не ремонтировались. И такого рода технологии мы будем поддерживать. Как обещают подрядчики, новый асфальт прослужит лет 10, а то и больше. Так что в будущем автомобилистам не придется жаловаться на плохие дороги и многокилометровые пробки. Наталья Кулакова, Вячеслав Балякин. Вести. Приволжье. Добрый вечер. В эфире новости ННТВ в студии Надежда Куканкова. Нижегородские дороги немецкого качества. В регионе появился первый мобильный асфальтобетонный завод. На производстве современное немецкое оборудование, а дорожное покрытие, которое будет там выпускаться, способно выдержать очень серьезные нагрузки. На церемонии открытия завода побывала Екатерина Белинская. На новом асфальтовом заводе классику чтут, но не применяют. Покрытие для дорог здесь делают без шума и пыли, на самом современном оборудовании по новым технологиям. В этом сегодня убедился губернатор Валерий Шанцев. Он участвовал в открытии завода. По торжественному случаю не пожалели бутылки шампанского. А затем показали производство в действии. Процесс изготовления асфальтобетонной смеси от начала до конца занимает 45 секунд. В час на заводе можно изготавливать до 120 тонн дорожного покрытия. Такое же количество производят 3-4 старых асфальтовых завода. При этом готовят смеси автоматизированная техника. Не по классическим, а по новым рецептам. Их применяется около 100. Дороги с таким покрытием, по утверждению специалистов, верой и правдой прослужат не менее 10 лет. Но самое главное ноу-хау – завод мобильный. Он легко может свернуть производство и переехать туда, где идут дорожные работы. В течение 2-3 дней при ободном персонале он демонтируется и в течение 7-10 дней монтируется. По словам губернатора Валерия Шанцева, мобильность производства позволит снизить цену дорожного покрытия. Первым в этом убедится автозаводский район. Туда будет направлена первая партия продукции завода. А уже в ближайшее время ее начнут использовать при строительстве трассы на участке обхода Балахны и Заволжья, а также для ремонта многих областных и городских дорог. Такая мобильность, высокая производительность позволяет существенно нам увеличить объемы ремонтных работ. А это сегодня настоятельная необходимость, потому что многие дороги уже в течение длительного количества времени не ремонтировались. И такого рода технологии мы будем поддерживать. По словам Валерия Шанцева, на сегодня для области достаточно одного такого завода. Как только появится возможность увеличить финансирование объема строительства и ремонта дорожной сети, тогда можно будет подумать о приобретении еще нескольких таких производств. Екатерина Беринская, Алексей Захрепин, Новости ННТВ.